Я хочу показать вам мой самый типичный вечер, хочу сделать уютное видео, и поэтому я очень надеюсь, что оно вам понравится. Когда я возвращаюсь домой, меня встречает целый набор псов. Я обязательно с ними играю, глажу. Это так забавно, потому что у них есть какая-то ревность между собой, и когда я начинаю глазить одну собаку, остальные подходят и начинают меня бить или тяпкать. Мне часто приходят разные посылки, а сегодня мне приехало просто гигантское посылище из Кореи. Вы реально просто офигеете от ее размера. Пойдемте скорее посмотрим. Обычно всегда, когда я прихожу домой, самое первое, что я делаю, это иду мою руки, и второе, я смываю из себя макияж, потому что я просто не могу дома ходить в макияже, я не знаю, почему на меня это так раздражает. И сегодня я покажу вам, как я буду умываться, что я буду делать, но сначала давайте распакуем мою огромную просто посылку. Я очень ждала, когда эта моя посылка придет, потому что я хотела, во-первых, показать вам все, что здесь у меня есть, а во-вторых, показать вам некоторые основные элементы из корейского хода за кожей, собственно, то, как я ухаживаю за своей кожей, потому что вы меня очень мега часто спрашиваете о том, что я делаю, а что я не делаю для того, чтобы, ну вот, было, как оно есть. Па-бам! В этой коробке набор для ухода и до макияжа. В следующей коробочке у меня, у меня средства вот такие, вот по уходу за собой. Это для восстановления проблемной кожи. Следующая коробка. Увлажняющая серия ухода. Просто посмотрите на эти коробочки сами по себе, они такие крутые. Просто, мама дорогая, очень люблю корейскую косметику, и вот этот вот бренд стал для меня настоящим открытием. Я вам в дальнейшем еще расскажу, что у него такого особенного. Здесь еще прислали очень много подарков. Это, в принципе, я уже вам очень много раз рассказывала, то, что когда ты в Корее покупаешь какую-то косметику, тебе в магазинах всегда просто дают очень много подарков, и у меня тут целая коробка просто куча подарков. Смотрите, куча миниатюр, и просто это же идеально. Но увидите, сколько мне маленьких прямок положили за подарки еще какой-то вот такой вот антистресс Пэтси. И здесь было одно средство. Косметики много не бывает. Спросите, почему так много? Набор для идеальной кожи. И последняя коробочка. Про этот бренд я услышала, когда была в Сеуле. Когда мы общались с подругами и обсуждали косметику, кто чем пользуется, они упоминали этот бренд как очень хороший, и на который стоит обратить внимание. У нас в России, я, кстати, его не видела в магазинах, поэтому я заказала напрямую из Кореи. Это, кстати, бренд Pyunkan Yul. Очень удобно то, что у них уже продаются собранные наборы для каждого типа кожи, так как в корейском уходе считается очень важно использовать всю линию ухода от одного бренда. А тут сразу по необходимости кожи есть целые комплекты. Ну и, конечно, что-то продается отдельно. Первым шагом я отчаяю кожу. У меня тут как раз пришли новые салфетки для снятия макияжа, и сейчас я хочу их и протестировать. Что ж, макияж они сняли достаточно неплохо. Теперь приступаем к шагу номер два. Это умывание. Кстати, вы знали, что в Корее, когда умывают лицо, пенку делают руками. И только потом переносят средство на лицо. Они намыливают кожу, пока она не вспенится. Я этого не знала. Но когда узнала, поняла, насколько это удобнее. Третий шаг. Тонер. Многие, кстати, не понимают, в какой последовательности наносить средство. И поэтому, смотрите, здесь все очень просто. В первую очередь, всегда наносим самую жидкую текстуру. И это всегда будет тонер. И когда он высохнет, берем плотную, более консистенцию. Это уже идет амплы или эмульсия. И наносим. И пока будет впитываться, я пойду и займусь моими другими домашними делами. А еще в последнее время мы очень сильно подсели на китайский нормальный чай. Не на липтон в пакете, как это было раньше, а на нормальный. И вот, смотрите, что у меня есть. Мы каждый вечер обязательно выбираем какой-то чай. Завариваем его и наслаждаемся. Это очень вкусно и очень удобно. Смотрите. Сразу целая порция. Просто добавляем его вот в такой вот чайничек. Заливаю его кипятком. Сейчас нужно сделать первый пролив. То есть заливаем чай, проливаем его и выливаем. Зачем это? Зачем это было показано? Аромат нереальный, боже, от хорошего чая. Это вообще что-то с чем-то. Знаешь, что я думаю? Нас ждет уборка. А спойлерить зачем было? Каждый день я убираюсь, потому что невозможно. Это вот просто последствия одной съемки. Хлам, беспроводный просто хлам. Кот, который затерялся на этой свалке просто. И я, здравствуйте, с проливным чаем. Кот. Кот, каково тебе жить на свалке просто? 24 на 7 у него свалка. С перерывом на ночь. На такой чай нас подсадила Тилька. И до этого мы никогда не парились, что вообще мы пьем. Но когда ты начинаешь пить хороший чай, просто понимаешь разницу. И сейчас мы каждый день его пьем. И заодно, конечно же, общаемся. Мы в основном обсуждаем какой-то бред. Типа планы на будущее, на следующий день. Ладно, шучу. В основном мы просто обсуждаем бред и несем какую-то ерунду и смеемся. Ну, иногда трогаем кота. Время уборки. Давайте запомним, как выглядело до. Это Винкс. Если вас это травмировало, то меня тоже травмировало. Это Винкс АО Энчантикс. Я не знаю, что тут пошло не так, поэтому просто оставлю это здесь и не буду это выражать. Винкс АО Энчантикс. Так выглядит грязь обычного человека. Так выглядит грязь бьюти-блогера. Пойдемте отмоем грязь от кистей теперь. В последнее время я приучила себя после каждой съемки видоса, а это почти каждый день, мыть все кисти, которые я использую. Во-первых, хочу, чтобы когда вы смотрели мои видео, вам было приятно видеть чистые инструменты. Во-вторых, потому что это просто хорошо каждый день их мыть, ну, после того, как ты их используешь. Честно скажу, раньше я вообще могла не мыть кисть месяцами, а потом удивляться, почему все так грязно выглядит на лице и вообще ужасно. И да, я была не очень смышленая, и да, я не уверена, что здесь актуально слово «была». Скучно просто так стоять и делать монотонное движение, поэтому я включаю себе музыку, ведь так гораздо веселее. Кстати, какая ваша самая последняя прослушиваемая песня? Также небольшой подсъем с телефона для инсты, чтобы постить сторис и, в общем, все такое прочее. Конечно же, какой вечер без еды! Плотно ужинать, правда, не хочется, поэтому сытный перекус – это прям вообще идеальный вариант. У меня есть токпоки, это типа рисовые клетки корейские, которые подают с соусом. Это очень вкусное блюдо, и самое главное, оно готовится просто супер быстро. Кидаю их на сковороду, заливаю водой, пару минут помешиваю, и готово. Также можно натереть к ним сыр, и тогда это вообще еда царей всех королей, императоров и богов. Когда почувствовал токпоки, такой пришел. Саня, ты токпоки захотела, да? Вообще, на ужинах я тоже кушаю, но сейчас у меня в руках камера, поэтому я не могу насладиться этим чудесным блюдом. Это безумно вкусно, просто. Люблю фрукты и овощи, и стараюсь, чтобы ни одного дня у меня без них не проходило. Поэтому я достаю все, что нахожу с фруктами из холодильника. Смотрите, сейчас покажу вам просто лайфхак тысячелетия. Видите, все вообще просто, ничего не потеряла от Киви. А если бы чистила ножом, то половина бы шкурки осталась. И вместе с ними иду, залипаю в комп, смотрю всякие сериалы или аниме, или просто гаммовые игры. Сейчас, кстати, я смотрю из аниме Атаку Титанов, а из сериалов Половое Воспитание. И мне очень нравится и то, и другое. Хотя, если честно, в Половом Воспитании в первом сезоне мне гораздо больше нравился образ Мэйв. Она прям такая, I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch, I'm a boss была, но, ну, не знаю. Короче, мне тогда она больше нравилась, чем сейчас. Не знаю, не знаю, к чему я вообще это вам сказала. Сегодня мы принимаем ванну, подобно КРМ в соцсетях. Включаем подсветку, весь арсенал бомбочек и прочие шипочки для ванны растворяем. В ванне могу торчать часами. Честно, раньше залипала в ВК, потом уже в Инсте, а теперь я все чаще бываю в ТикТоке. И он меня очень сильно вдохновляет, но времени, конечно, он жирает просто бесконечно. Вроде заходишь на пару минут, а потом бабах, и прошел уже целый час. Да, вы, наверное, уже догадались, обычно я, правда, так ванну не принимаю. В нем будут подсветки, там с кучей бомбочек и пены. Нет, нет, нет. Но иногда, когда прям очень хочется, могу себе позволить так расслабиться. И да, еще снять это на видео, пользуясь случаем. Вот, захотелось, короче, показать вам такую красивую картинку. Ну, я надеюсь, что она красивая. И вообще, знаете, вот вы бы сами не захотели смотреть, как я просто моюсь. Согласитесь, это было бы очень странно. Но вот вам кот, который я просто так мою. Представьте, на месте этой киски моюсь, как будто я. На самом деле, мы уже несколько месяцев пытаемся вылечить те вела от перхоти, от которой мы буквально умираем, потому что каждое прикосновение, потом сопровождается лютым зудом, отдышкой и вообще всем набором аллергической реакции. Это полное отстое, вам хочу сказать. Но пока все безрезультатно. Не знаю. Ветеринары толком ничего не говорят. Прописали шампунь, таблетки. Только польза была бы еще от них. Ну, ну плевать, короче. Буду жить с аллергией, если все это не поможет в итоге. Прямо перед самим сном я наношу крем для глаз. Смотрите, какой удобный формат этого крема. Одноразовые пакетики. Сразу в правильную порцию получаешь и вообще очень круто. Вот, как-то так проходит мой вечер. Я надеюсь, что передала вам немного моего настроения. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч.